Гон туту Гарпагас, Мунас эйнэй паралэлон, тогда по туту Гэлонас де Мегалос айтиус генэсхэй. Щас, Мунас, это Мунас? Мунас, Мунас, это ионизм. Щас, щас, щас. Продолжает работать какой-то там ФИМИ предыдущий, точнее ФИСИ, да? Кто-то там говорит, что Мехритуту, стало быть, Ун, он. А, это Ун. То есть вплоть до того... До этого момента, да. Что все, ну как бы, единственные кражи были... Блин, ну, а мы вот друг у друга... Ну, не У, наверное, друг... Друг от друга. То есть они воровали друг у друга только. Видимо, да. Понял. Только... Ладно, вторую часть переведите, сейчас посмотрим. А после этого, да? Да. А после этого, значит, эллины стали, ну, более виновными, самыми виновными. Да, надо понять, что, значит, Ахарфагас Мунос и не параллелом. Может быть, ну, вот предыдущую фразу вспомнить. Ну, давайте. Значит... Сейчас. Когда про исхо, да, про эхо, когда им, когда, видимо, эллины предъявили за Елену, они им такое возразили. Да, они им противопоставили, значит, кражу Медеи, и что они, не дав, не расплатившись, в общем, не понеся наказание, и не выдав когда их просили ее обратно, видимо, имеется в виду, хотят, чтобы от других была, как бы, справедливость, расплата. Угу. Угу. Смотрите, тут вот Мунос, видите, стоит не под артиклем же, да, он стоит. Поэтому мы не должны это как единственное переводить, а только, наверное. Угу. Угу. Может быть, да. Апутуту, да, с этого времени. Да. Эллины стали невероятно... ну, причиной, причиной невероятных бед. Видимо. Ну, в высокой степени виновными, да. Ну, давайте еще маленькое, да. Про Терус гар аркса и стратевыс хай эстэн асиэн эсфиас эстэны эуропан. Эм... первыми... ибо первыми, как бы, начали... Раньше, да? Раньше, да, начали? Раньше начали... я понял, раньше, ибо эллины раньше начали воевать, как бы, в Азию, ну, воевать с Азией, чем те с Европой. Да. Так, давайте дальше. Томэн нюн гарпадзейн юнайка Сандроуна дикан намидзейн эрган эйнэй, тодэ гарпастэй сэлон спудэн поэсэст хай тимурэйн анаэтон, тодэ мэдэмиян оранэхин гарпастэй сэлон сапфронан. Значит, по-тому что теперь... Где теперь? Это и другой нюн. Видите, это нюн с краткой... Это просто да или же что-то такое. Конечно, такое мягкое. Но это не очень сильная частица, по-моему. Поэтому... Короче, воровать женщин... Ну, посчитали... Считали. Считали, да. Делом... Несправедливых мужей. Даже считают, наверное, да? Возможно. Считают, хорошо, да. А вот... Сейчас... Грапастэй сэлон... Спудэн поэсэст хай. Спудэн с поэсэст хай. Спудэн с поэсэст хай. Ну... Пестараться. То есть, прикладывать... То есть, суетиться по поводу того, чтобы тимурэйн... Отомстить... Значит, за... Грапастэй сэлон... Да, за украденное... Украденное... Это дело оно... Это дело оно и это... Да. Безумных. Сейчас... А никак... А так, чтобы... Значит... Украденное... Не имел... Сейчас Орен... Я посмотрю. Знаете, это, видимо, то же самое, что Кура по-латински. Кура, знаете, забота. Угу. Угу. Посмотрите, я сейчас не смотрел сюда сейчас. Ну да, это Ора. Внимание. Забота. В общем, они не имеют никакой заботы об украденных. Это дело мудрых. Как... Примерно так, да. Видите, Восток дело тонкое. Вот, оказывается. Так, ну... Давайте. Ээээ... Мудрые читали, да. Что... В общем... Сами виноваты. Что их украли. Они сами подавали сигналы. Украдите меня. Угу. Возможно, у них уже была какая-то связь с мужчиной, который их украл. Так, надеюсь, это не коньячок? Нет. Мне тоже налить. Мне тоже налить. Так, ага. Это самое... То, что здесь... То, что здесь прошедшие... То, что здесь имперфекты, это... Значит, что это иреалис. Сейчас я не обратил внимание, честно говоря. А где имперфекты? Эйхин. Нет, вот это ибуланты, игерпаданта. Ммм... А, подождите, мы же еще не прочитали. А, вы же... А, извините, да. Вот это, я понял. Конечно, конечно, да. Если бы сами не захотели, они были бы похищены. Но они захотели, поэтому были бы похищены. Угу. Да, точно. Угу. 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 Что те, которые из Азии... Угу. Угу. Когда... Видимо, когда короли... Когда... Это... Гарпадзаменон тонгюнойкон... Это... Этот самый? Это генитивус абсолютус? Или он с чем-то... Или это слогасом? Слогасом, да. Надо как раз начать у Дэна по эсэстхой логан, да? Наверное. Эээ... Никакого... Никакое слово не было... Не было сказано. Знаете, это не слово. Это, наверное, они не отдавали никакого... Не... Не вели счет, короче. То есть они... Ну, это сейчас надо... Есть конкретное выражение по-русски. Сейчас я вспомню его. Точнее, посмотрю в дворецком. Логас по эсэстхой, да. Эээ... Не придавали, короче, значения. Вот это что-то такое. Сейчас я посмотрю. Надо найти. Только это сложно найти, потому что... Глагол по «ео» имеет огромную статью. И налогов тоже статья огромная. Может быть, не отдавать отчета? Не вести счет? Не знаю. Ну, видимо, не заморачивались. Да. Вот смотри. Ага. Потому что вот далее... Ну, вторая часть про ажиство Эллины из-за вот этой женщины устроили мировую войну. Что-то я не нашел почему-то. Но память мне подсказывает, что это именно так и переводится. Эээ... Сейчас, 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 сейчас. Значит... Персы говорят... Что те, которые из Азии... Да. Украденным... Украденным женщинам счета не вели. Ну да, примерно так. Никакого счета вообще у Дэна. А Эллины... Ээээ... Эээ... Значит... Ради... Спартанки... Угу. Спартанской женщины Гонайкоз, да? Да. Эээ... С... С... Хенекин должен был в конце самому стоять. Ну ладно, он сюда вставил. Да, великий поход Столл и Меган собрали. Собрали, да? Да... И после... Этого... Придя... В Азию... Ээ... Так... Каталейн... Это... Каталюо? Нет, это Гаррио, наверное. Почему Каталюо? А, точно, да. А как он Кат... Кат Хайрео? Кат Хайрео. Кат Хайрео. Это Аорисная основа. Ну, вы... От Хайрео должны знать Аорис, да? Гейланд. Да-да-да. Эээ... Ну, низвергать, разрушать, наверное, такое. В общем... Эээ... Прям... Прямого войска... Уничтожили. Да. Мощь Пряма, то есть Трою, собственно. Придя в Азию, уничтожили потом, да. Ну, это мы все знаем, да? С вами давайте дальше. Так... А по ТУТу АЕЙ ГГЭСОСТХАЙ ТОГАЛИНИКОНС ФИСИ ЭЙНОЙ ПОЛЕМИОН. Угу. Эээ... Сейчас... После... 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 После этого... Эээ... Всегда полагали... Эээ... Что... Греки... Для них враги. Ну, это так, примерно. А... Вот... Буквально, что-то не понимаю, кто... Ну... Секунду. Не после этого, а с этого момента, точнее, да? А по ТУТу, наверное. С этого момента, да? Угу. Они всегда... Просто нету субъекта, да? У ГГЭСОСТАЙ, здесь нету субъекта. То есть, это то ли... Ну, то ли те, которые из Азии, то ли сами персы... Ну, он есть. Он просто из предыдущего предложения, да? Что вот эти... Ну, азиаты, скажем, да? С тех пор всегда думали, что... Для них... Все греческое, это враждебное. Ну, да. Тут непонятно, что такое ТОГОЛИНИКОН точно, да? То есть, это что? Какое-то слово среднего рода пропущенное? Или это просто обообщение такое ТОГОЛИНИКОН? Я не знаю, честно говоря. Угу. ТОГОЛИНИКОН Так. ЭТНО ГЕУНТА, ЭТНО, БААВАРА, УЙКИЮ УНТА, ГОЙ ПЕРСАЙ, ТОГОЛИНИКОН, ГРЭНТА, И ГРДКВИРСАЙ. Да. Э... М... Значит, персы населяли, обживали Азию и там живущий варварский народ. А, значит, сейчас... Это Хоридзу, да? Страница, что ли? Ну, это не страница, наверное. Разделять, наверное, сепарировать. А и... И гэганты, это в смысле думали? Смотрите, это не гэганты, это гэганты. Это перфект. Это редкая форма от гэгэлума перфекта. То есть, решили. Нету соединительные гласные, да? Удвоение... Он и так удвоенный сам по себе, да? Глагол. Он не может еще утроиться, да? Но есть аугмент. Точнее, аугменты он тоже, как бы, плохо принимает. Там уже это, да? Как она может удвиниться? Ну, так иначе, по отсутствию гласных соединительных, понятно, что он перфект. Так. Персы... Еще раз, можете, значит, персы... Персы Азию, как бы, обживили, обустроили. А про Европу и про греческий какой-то мир. Мы порешили, что его нужно разделить. Наверное, что он уже разделен, да? Это же тоже перфект. Регент и фейкористы. Угу. То есть они стали думать о двухполисном мире. Двумя полисами мыслить они стали. То есть Европа и Азия, да? Угу. Ну да, то есть произошла великая, великая схизма произошла такая. Ну давайте, да. Гуту. Гуту мы персы, лягусь генесская, каадеатен и ливу. Галусин георискусисвиси и усинтен архэнтэс эхтростэс эстуз геланас. Так. Так вот, говорят, так вот персы, говорят, случилось. И из-за, видимо, Иллиона. Галусин. Помните, сегодня мы читали текст, да, ущербный, там был глагол? Галискум. Вот это от него, видимо, да? То есть захвата. Из-за захвата. Угу. Из-за захвата Иллиона. Искали. Извините, а как вы хевриску, вы вообще хевриску все пытались уже перевести, я сейчас не заметил? Ну я только что сказал, ищут. Ну это, я думаю, что здесь хевриску в значении докео, то есть, и после хевриску конструкция акузатилскому практикипио, предикативное причастие. И они полагают, да, я думаю, находят, но находят в смысле думают, да, что из-за захвата Трои, эусан, это от глагола быть причастие женского рода в акузативе, да? Ну то есть, да, просто ионистская такая штука. Да, да, да. Начало возникло, как бы, имеет место быть начало, да? Да, вражды, значит, к Келленам, ненависти к Келленам. Да, значит, еще раз, значит, персы говорят, что это так вот произошло, и также они говорят, что, или думают, что именно из-за захвата Трои начало вражды по отношению к грекам у них появилось, вражда появилась. Ну это ведь дичь какая-то, в смысле персов, там их помине не было, когда, когда ион был разрушен. Ну или он относится ко второму полюсу мира, видимо, они решили, да, произошло такое разделение, да, что наших бьют. То есть они, они пришли через, там, 600 лет, въехали в обстоятельства и приняли. Ну, видимо, это, чтобы показать мстительность и глупость персов, тут Геродот это состоял. Мужика в нашем подъезде побили, значит, мы даже пойдем мстить стенка на стенку, да, такие глупые персы, получается. Чего это узнают? У нас же источников-то особых и нету, да, персидских? Ну, может быть, он не знал, в смысле, не то, что не знал, может быть, как бы, какой был, наверное, другие книги Геродота читать. Значит, знает ли он, когда там появились персы? А, да, ну это, кстати, я не читал эту книгу. Я читал, знаете, что, я читал отрывки какие-то из какой-то второй или третьей, я забыл, книги Геродота про Персию. Там одна книга про Египет, одна книга про Персию. Там забавные, кстати, такие моменты описаны. Например, извините за выражение, что писать в реку нельзя, какать можно, что-то в этом роде у персов. И то, что они как-то очень особым образом кланяются, когда видят вышестоящего на улице. То есть они как полными дураками там представлены, кстати. То есть я полностью книгу не читал, но отрывки дают такое представление, что это какие-то странные существа, очень примитивные. Вот. Ну давайте, ладно. Перейдем дальше. Перейдем дальше. То есть они говорят, что сама она уехала, по сути. Ну давайте переведем, да. Значит, ведь они говорят, Легуси, да? Ведь они говорят, что не кражей, что они не кражей ее, не кражей воспользовавшись, отвезли ее, увели ее в Египет. Но будто бы она в Аргасе сошлась с судовладельцем. Да. Помните, вы говорили, что там киоск подъехал, да? Видите? Значит, не просто киоск подъехал, по их версии. Там произошла какая-то сцена, даже длительная, да, получается, по их версии. А, там сколько, они 5 или 6 дней стояли, да? Да, по-моему, даже больше. 6 или 7, наверное. Да. Нет, 5 или 6, да, на 5 или 6 пришла якобы Ива. Ну и мой традиционный вопрос. Какая функция РПГ? По-моему, инструменте, мне кажется. Конечно, после глагола храу мы всегда инструменте, да. Так, спасибо, давайте дальше. Эпидэматы энэнкиос, тоиси фойниксисю, нэкплосай, восэнмэкатадалос генатай. Угу. Сейчас. Энкиос, это все равно, что энкюмон беременная, вот. Да. После того, как узнала, что она беременная. Да, причастие ведь какое? Эуз какого типа? Сейчас. Ну, это с Манхану. Ну, получается, предикативное. Да, предикативное, и оно в номинативе, потому что однореферентная конструкция. Она узнала, что она же беременная, да? Что-то то ли пожалела, то ли постыдилась детей. Не детей, родителей, конечно, и дети. У меня еще не было детей. Да. Постыдилась родителей, и так... А, и сейчас, 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 сейчас. Почему-то Феникидс опять в дателе. А, ну, потому, потому что, потому что... Сейчас. Ну, поскольку она постыдилась, родители, объяснение, объяснение, да? Я понимаю, я подержи, не понимаю. Я не понимаю, почему, почему Акузатив, почему она в Акузативе, а Феникидс в дателе. Видимо, видимо, так, так она захотела, чтобы, в общем, уплыть, уплыть вместе с Феникидсами, чтобы не стать, чтобы не опозориться, да? Не так, наверное. Таким образом, она по своей воле от Хэллоун Тен с Феникидсами уплыла, для того, чтобы это не стало известно. Почему Акузатив? Потому что опять какой-то этот самый Акузатив Инфинитив, чья-то косвенная, косвенная речь здесь включается. Феникидс. Я не знаю, я думаю тоже. Говорят. Я думаю. Ну да, там же был большой Акузатив Инфинитив, вот с предыдущего там предложения начавшееся, да? Ук гамологеуси гута фойникес. И начинается, ну там он в Легуси появляется, начинается Акузатив Инфинитив про то, что они ее украли, потом, как бы, ну вот этот вот кусок немножко сбивает ТП, ДМ, НКС, ИУСа, потому что здесь номинативы. Нет, это как раз понятный кусок. А когда она узнала, что она беременна, то она, поскольку она стыдилась родителей, ну да, почему-то он перешел, почему-то он перешел на Акузатив Инфинитива здесь. От чего, интересно, это зависит? От Гуту? Или от чего? Нет, просто перед ЭПЕЙ тоже был Акузатив Инфинитив. Где где? Это же, ну, Легуси и, соответственно, Акузатив Инфинитив. А, верхняя Легуси, да, вы думаете, самая верхняя? Вот эта, да? Где она тут? Вот эта. Да. А что, тут внезапно опять начинает работать, да? Угу. То есть, получается, что от слова ЭПЕЙ до ТОТО КЕОС, это вставка, получается, поясняющая. Так как она узнала, да, и так как она остыдилась родителей, то, как они говорят, она охотно с финикицами уплыла. А дальше у нас, что такое за предаточный ГОС с ген этой, Иоанн? По вашей версии. Ну, по идее, целевое. Я думаю, что да, я согласен, что целевой, наверное, да. Ну, вместо ГОС могло быть, наверное, и ГОПОС, и ГИНА, да? Ну, здесь ГОС, чтобы не стало это... Чтобы она не стала, смотрите, Катадалос, это двух окончаний, да, это женского рода, наверное, прилагательное. Чтобы она не стала известной в качестве беременной, наверное, своим родителям. Да, да. Вот так, наверное. Так, давайте дальше. Длинный какой-то. Так вот говорят перцы и финикицы. Так вот говорят перцы и финикицы. Так, давайте дальше. ГОДЕМ ПИРИМЕНТУТАНУК ЭРХОМАЙ ИРЕОНГОС ГУТОС Э АЛЛОСКОС ТАУТАИ ГЕНЕТО, ТОНДЕ ОИДАУТОС ПРОТАНХИУ ПАРКСАНТА, АДИКОН ЭРГОН ЭСТУС ГЕЛОННАС, ТУТАН СЕМЕНАС ПРО БЕСОМАЙ ЭСТУ ПРОСУТУ ЛОГУ, ГОМОЙ С МИКРА КАЙМЕГАЛА АСТААНТРОПОН ЭПЕКСИОН. Я же насчет этого. Ну не знаю, что такое тут он. ОБО ВСЕМ ЭТОМ, НАВЕРНО, ВЫШЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СОБЫТИЯХ. Так, вот это что такое Эреон? Эреон, понимаете? Мне кажется, что это предчастие от Эрео. Ну а что такое Эрео? Ну это либо... Ну да, это спрашивать, узнавать. Нет, это Лего просто. В будущем. Просто не слитная форма, видимо. Или нет? Подождите, я подумаю. Что ж я что-то туплю? Нет, это Лего должно быть. Футурм от Лего, да. А это Эрхумы, смотрите. Согласитесь, что это очень современно выглядит, да? В новых языках такие штуки есть, да? Глагол движения, как в французском, да? Але, да? Але и причастие, да? Я не собираюсь говорить. Я не буду говорить. Что... Что так или иначе. Кос это пос, да. Это случилось. Потому что сам знаю... Что сперва... Сейчас... Хью Парксон-то это... А, видимо, первое из несправедливых дел. Знаю, что оно... Случилось с греками. Было причинено грекам. Так, непонятно пока. Ну, мне кажется, вот так вот. Ой, да. Тон протон. Адикун эрган. Хью Парксон-то. Эстус геланас. Если в каком-то более простом порядке составить. Так, Хью Парксон-то это согласовано с чем? С Тон, что ли? Да. Или это... Вы думаете, это дело? Да, мне кажется, что это Тон... Тон... Адикун эрган. Какой-то... Тон протон. Хотя я понимаю, что этот протон это наречный, да? Нет, не обязательно. Это может быть протон в акузативе. Ну, вот, мне кажется, что это первое... Первое из несправедливых дел. Ну, пускай это будет дело, да? Тогда это протитивус, Адикун эрган, да? И надо сразу, мне кажется, на Семенос обратить внимание. Да, тут важное слово Семенос. Указав его, тут он, да? Указав его, но зная сам первое из несправедливостей по отношению к грекам, которая стояла на первом месте, да, Хью Парксона, то положившее начало... Ага, подождите, сейчас я подумаю. Уверен, что это протитивус от Дикун эрган? Нет. Мне кажется, это человек, Тон протон. Может быть, это... Человек какой-то всё-таки имеется в виду? Смотрите, Сойда у нас здесь о Кузатинском партикипио. Сам я знаю первого человека, который положил начало несправедливостям в адрес Элленов. Кто это такой, кстати? Капитан корабля, что ли, Виктор? Вряд ли. Нет. Вряд ли. Это слишком витиевато было бы. Вот на него указав, или на него указав... Посмотрите, потому что Епарха может быть стенос. Зачинщик. Давайте называть его зачинщиком. Ведь я сам знаю первого зачинщика, с которого началась череда несправедливых деяний в отношении греков. Указав на него, я... Перейду, да, перейду к... Топросу. Это Поро. То же самое, что Поро, то есть вперёд. То есть я пойду дальше по своему повествованию, да? Угу, угу. Сейчас. Эпексион... Это... Эпексами... Продвигаться. То есть продвигаясь равно, или обозревая... Обозревая равно, маленькие и большие города человеков. Человеков, да. Ну, насчёт зачинщика осталось непонятно. Давайте, кстати, комментарии. Тут, может, комментарии есть, кто это такой. Так, тут внизу есть... Вот тут даже, видите, комментарий номер два. Крёст почему-то. Ага. Неожиданно, да? Немножко неожиданно. Да. А, кстати, смотрите, по поводу городов, он ссылается на начало Одиссеи. Помните, да? Да-да-да. Кайно Он Эгнон. То есть он пародирует Гомера в неком смысле. Или берёт на себя функцию такого Гомера в прозе, да? Такого мощного представителя, да, что ли? А-а-а. Ну, давайте. Давайте до Колона, да. А-а. 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 М-ммммм… Сейчас… Не совсем понимаю… А-а… Ну, видимо так. Видимо то, что… Ибо то, что раньше было большим, из этого многое стало маленьким. Да, только та, наверное, это все-таки слово среднего рода вполне конкретно, как вы думаете. Астья. Конечно, Астью, это средний род. Ведь издревле большие города, которые были, да? Многие из них стали маленькими. И наоборот, да, получается. А сейчас ЭМУ. Это ЭМУ, не слитно. В мои, в мое время, во времена гисмологии Родота. То, что при... Интересно, что он говорит ЭН. То есть, это значит, что он себя, что он вот это вот завещает, в смысле, что он уже, ну, как бы с потомками разговаривает. Да, либо он имеет в виду свою молодость, да, когда я уже, когда я родился, когда я был молод, да. Да, то, что, в общем, то, что при... А те, что при мне были большими, раньше были маленькими. Да. Ну, комментариев нету по поводу этого. Ну, по поводу этого всего есть много очень комментариев. Так. Кстати, вот смотрите, можно потом прочитать кусочек 15-й песни Одиссея, где говорится про подобную интрижку. Видите? Ага, ладно, давайте дальше. 15-й песня Одиссея. Так. Вот это, да, теперь? Те антропеиен хон эпистаминус эудаймониен удомаен тоуто минус ан эпименесомой амфотерен гамоэрис. Мне кажется, тут какие-то ионизмы. Ну, конечно, ну, а как хотели. То есть, я эпистаминус, да, наверное? Ну, это понятная фраза, чего тут. После эпистаминуса я тут о кузатинском партикипе. Вы где? Да, зная. Вот этот вот антропеиен – это человеческая кожа. Да нет, это прилагательно. Эудаймониен – человеческое счастье. Понял. Это Витя? Витя гипербот, он довольно явный, да? Тенантропеиен, он выносит вперёд. Он выносит вперёд прилагатель. Смотрите, вот, смотрите, видите, счастье – это абстрактное понятие. Поэтому артикля здесь нету. Но если мы хотим дать определение, то есть прилагательное прицепить к существительному, то мы обязаны добавить артикль. Ну, по идее, обязаны по грамматике. Может, это правило нарушается, но мы должны вообще-то по грамматике добавить артикль. Поэтому здесь добавят артикль. Хотя, знаете, может быть, он просто разрывает тенотропе на Эдеймониен, да? Тогда это… Ну, да, наверное, это просто атрибут, а не предикаты, да? Человеческое счастье, как я знаю, да? То-то, то-у-то, то-у-то, это что такое? Тоже ионизм в одном и том же месте, на одной и той же точке, как бы. Удамэ, удама, удамэ. Человеческое. Поскольку я знаю, что человеческое счастье никогда в одном месте не остаётся, ну, не задерживается. Ну, в одном месте? Ну, в смысле, что оно либо деградирует, либо усиливается, развивается. Да, я думаю, бродит от города к городу. Нет, я думаю, что нет. Я думаю, что, ну, можно и так понять, но имеется в виду, что какой-нибудь отдельный город, он либо развивается, либо деградирует. Да. То, поскольку я это знаю, то и пимнесумы. При, ну, типа, при, 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 припомню. Да, 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 да. Припомню, два, ну, как бы, в равной степени, два, двоякое, двух, обоих. То есть и маленькие, и большие города. А, я понял, да. И ставшие маленькими из больших, и наоборот, ставшие большими из маленьких. Чтобы показать перипетий человеческого, так сказать, счастья. Ну-ка, что-то... А, сейчас я должен долистать. Угу. Так, ой-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё, сейчас. Комментарии. Ну, их тоже, наверное, можно, имеет смысл, читать. На уроках французского Так Наверное, они очень качественные Бумага очень качественная, жёлтая, хорошая Не пожалели Я бы такую купил, конечно, книжечку себе, но Где её купишь? Так, а вот и крёст начинается Так, крёст, кройстус То есть упоминание какого-то мужика, зачинщика Это был, так сказать, тизер, да? Вот сейчас будет сам рассказ Сам фильм сейчас начинается про зачинщика Сейчас, если я смогу перелистать Вот я смог Ну, давайте Кройстус 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 По происхождению Сын Алюата Царь народов Которые Внутри Реки Голюс, но, видимо, как-то Геоограничены По ту сторону По эту, наверное, нет? Думаете, по ту? Ну, по отношению к Геродоту, наверное, по эту, да? Ну, может быть, да Внутри, как бы, за границами реки Голюс, да? Которая Которая Течет Значит Сейчас Текя Текя, да? Текя, да Протекает С юга По середине Сирии И по флагонии Значит Вы Выходит К Северному ветру Ну, мне кажется, не к ветру самому Смотрите, да Она втекает Вот это Эксимия, может быть, втекает Она втекает в понт Эксинский Да В Черное море Да По По направлению Северного ветра Вот Я бы сказал Можно так сказать, не знаю Так, давай Слышу Вутас го кройсас барбаран протестон гемея сидмен тусмен катастрепсата геленан гусээс фору апагогэн тусдефилус просе поээсэто Сейчас Идмен Это Исман То же самое, что Исман в атическом, то есть ойда Мы Знаем Хорошо Хорошо, сейчас И фору апагогэн Апагогэ я что-то даже забыл Выплата Дани, наверное Что-то такое Да Да Кто кому платил, только надо понять Значит Этот вот крёс Первый из варваров, которых мы знаем Одних Одних из эллинов Видимо покорил и принудил К выплате Дани А других сделал друзьями Угу Извините, видимо союзниками, да? Ну то есть Угу Извините, видимо союзниками, да? Ну то есть Угу Катстрепсата менеонасты, кай айюлеас, кайдорейас ту сэнте ассиэ Пилус депресе поэсэто лекидаймонинус Угу Покорил он и айнийцев, и эулийцев, и дарян, которые в Азии А друзьями сделал себе спартанцев Ну да Так Продетэс кройсу архэс пантэс гэлэнэс эсэн элеутерой Угу До крёсовой, как бы, власти Все эллины были свободными Угу Так Значит, какое-то войско кемерийцев Пришедшее В Ионию Угу Старше Не понял пока Мммм Ммм Мммм Понял Мммм Угу Крёсового, как бы, воцарения Все эллины были свободны Почему? Потому что, несмотря на то, что Какая-то, какая-то, видимо, есть история Про то, что Однажды Ионию, как бы, покорили кемерийцы Они там власть не установили А, значит Ауэкс Эпидромэс Гарпа Ну, в общем, пограбили и вышли И И Ну, как бы А, да Эллинов это не нарушило То есть Ага То есть У катастрофы и гэнета То есть Это было до крёза И они просто Они не покорили их Но просто Совершив набег Пограбили Просто С набега Произошло Гарпага, да? И ушли То есть Они не наложили свою власть на них, да? Угу Да Да, да, да Точно Спасибо большое Так, давайте Гэда гегемония Гута Переэлтха Илуса Гераклией Деон Эстогеностокройсу Калео менус Дэммермнадас Переерху Мой Сейчас Проходить Достигать Окружать Захватывать Ну да Видимо Видимо Среди яйницев Были Самыми Самыми Главными Эти самые Гераклиане И Вот Захватив Захватив Захватил Власть Нет Она Перешла Да Смотрите Шестое значение Власть Перешла К Гена Угу Угу Власть Власть Бывшая Видимо до тех пор Гераклидской Перешла К роду Крёза Который Ну А этот род Видимо назывался Мермнадами Мермнадами Так называемым Мермнадом Наверное Да А Гераклейдон Это Потомки Геракла Да То есть это Дарицы Да Кажется Да Так Дальше начинается Неприличная история Сразу Подбереждаю Да Ну Сейчас Увидите Давай Давай Тиран Сард Сардов Сард Наверное Сард Да А Поганус Это Потомок Да Отпрыск Наверное Отпрыск Ну Алкая Гераклова Геракловича Х-х-х isz Окей Так Ну ладно Так Эмmm Агранмэнгар Гоаннину Ту Бэлу Ту Алкая Протτέ Агрикл Деун Василеуса Генной Орденко Кандаулы Сдох Мюрц и у статус значит сейчас первый царь гераклидов нет, давайте так, Агрон стал царем Сарт, будучи сыном Нина, который был в свою очередь сыном Белла, который был в свою очередь сыном Алкея, он стал первым царем Сарт, вот так да, то есть его прапрадед Алкей, да, сейчас, видимо, я понял, видимо, так, что этот самый Протос, потому что он был старшим, а Кандал же царем Мирса, потому что он был младшим, Юстатус, нет? а, не понял пока, сейчас, Юстатус, в каком смысле Юстатус, младший брат вычитать его, да? ну да то есть один в Киеве, а другой в Горде? да ну это надо как будто уточнить, я даже не знаю, где уточнить это дело ну-ка, дайте посмотрим, комментарий есть какой-нибудь? так, что-то тут Le premier и le dernier и что это значит в лестнице давайте посмотрим, как Кандавлы называют в словарях, просто там будет сказано кто он там был первый, чей брат, чей это сейчас, Кандавл или Мерсил, сын Мирса не, 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 не так, не так, смотрите, они не братья никакие, конечно я понял, этот был первым а тот послед... ну как, кто был последним Рыковичем? ну, по сути, Грозный, да, ведь последний Рыкович был официально, или кто? первым был Рюрик, а последним Юстатус был самый Иван IV, да, получается? ну да ну, там сын, там непонятно там потерялись, да, куда-то они короче, от первого до последнего, а между ними там было некоторое количество царствования я думаю, что так он же не стал указывать все промежуточные звенья, видимо, да? от Кандавла от Аграда Кандавла, так ну вот, это, видимо, история деградации, то есть смотрите, ведь получается, что Кандавл по прямой потомок Геракла, а теперь смотрите, что с ним будет с этим дегенератом, по сути так, где у нас тут текст, ну давайте как бы проторон Агранас басилелсян, то есть таутэстэсхорасэсэн опоганай людуту атиус об готово, годэмас людиусаклэтэ гопас гутус проторон Мэйон Колуминус да, было бы вместо Ксенофонта какой-нибудь значит те, кто раньше правил раньше раньше Агра правили этой страной генитивус объективус, да тавсэстэсхорас или подождите или компартионис считается? ладно, неважно, правили это страной, да были потомками Лида Атиева от видимо, которого народ лидийцев зовется назван весь этот да прежде называвшийся мэй 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 как это по-русски сейчас выясним я забыл может это всем известно я не помню так мэй 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 легендарный царь лидии фрегии родоначальник мэй 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 длинное предложение пара тутун гераклеидеи эпитраф тентэс эс фонтэн архэн эг тео пропиум эг гераклеус арцентэс мэн эпидуотэкай экуши гене асандрон это пэнтэхай пэнтэхося пэйс пара патрос и где коминус тенархэн мехикан давлива ту мёрсу так и петрафт хэнтэс это трефо но и на трэпу все-таки в пассиве с облаутом и петра по ну тут есть либо по поворачивать склонять либо передавать по наследству завещать поручать вручать уступать облеченные власти вот смотрите третье значение у дворец кэпи петрафт хэйс тенархэн от гераклидов они подожди от них просто он от них или 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 просто у у них ну от них вообще-то пара тут он ну да ну да ладно значит от них получив получив власть значит из-за видимо бога 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 родства нет и по прорицанию вот папа оракулу наверно да по велению по велению божества не знаю и дни что сложный какой текст начался экдулос дула это дула это рабство до дула или дула нет это дула это рабыня это не дамство рожденные рожденные видимо гераклиды от рабыни и орданы и геракла ну да значит правя ну или по восправив на двадцати двумя родами мужей ну что значит восправив став править может быть на протяжении двадцати двух родов праве да может быть так долго то есть а вот тут что-то сказано мне кажется да тут говорится про их им линию такую династическую которое не прерывал в двадцать два рода или сколько там двадцать два до дула такая икосе извините простите тут и пи с каким падежом генеаз да с икосе с акузативом да вот давайте уточним все таки а давайте гена давайте гена посмотрим словаре там будет и пи я уверен и пи нету я посмотрю в вейсмане нет есть в дворецком в пятом эпипалас генеаз спустя много поколений а платон это это не 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 критили наш может стать это сейчас я гляну в эсмана все же но у него нету примеров тут как раз подходит что на протяжении 22 родов поколений мужей правили соответственно проправили пятьсот пять лет прикольные у него эти вот пять так далее до 500 знает точно что 505 кроме киоска сколько киоск стоял пять или шесть значит сын от отца это видимо их дэхом дэхо минус это это да да так что сын от отца получал власть ага вот дака кандавла мирсова сына мирсова да так сейчас начинается сама жизнь ну приготовьтесь так вот это сделал он вокан кандавлос эраст хэтэс геуту гюнайкос эрастээс дээномедзэ гуэйнэ гюнайка пагон пассеон калистэн этот самый кандавл видимо любил свою жену ну влюбленный любящий да это эрау да у нас тут или нет эрау так эра стэйс это тоже эрау да просто там там причастие уже теперь и хотя он как бы это самый этот он отложительный что ли да то есть он это ну это не не пассивная по смыслу у него аорида отложительные распах это не просто любить это страшно любе то есть быть влюбленным внутренний бы специалисты да и при десовом ну наверно ну как любил просто еще и как это еще это и прандр до влюбляться ну то есть возможно не был медовый месяц у него самого начала вращения начались сейчас увидите так он любил жену свою дать так проще скажем да и будучи влюбленным посчитал поскольку он был влюблен то он считал да да гой не понимаю дать их у него что у него да что у него жена всех краше самая красивая из всех буквально то есть возможно было страшилище но как как к каждому влюбленному казалось что она самая красивая так хосте датаута номит на мидзон энгар гойтон а ихмо форан югас го да скилу а рискомина смале статута то юга кайта спуда и спуда и естера тон прагматон гюпер и перетитата хоккандалас кайдэ кайта эдос тыс гнайкоз юг пэрэ пайнеон поскольку он так считал насчет поскольку я не знаю тут хвосты стоит ну давайте дальше переведем да потом вернемся к этому хвоста непонятному сейчас а ихмо форан да все таки это так что и и так что и и так ему ну блин как сказать так что поскольку он это считал от он наверное юпера кит хэта ну ладно переводите его сбиваю да давайте думать был у него значит сейчас ареску май ареску то нравится был у него какой-то какой-то гик до до скилов из ну среди копееносцев который ему больше всего нравился да помните такого гига помните каких текстах он появляется этот гиг во-первых есть знаменитое стихотворение архе лоха гиги а а во вторых кольцо гига у платона помните у нас нет как кольцо гига она потом толкина попала а я так и не прочитал не серьезно говорят не шутки да это то самое кольцо гига из платона которую потом использовал толкин я кстати дочитал до этого кольца и бросил это толкина надо будет выжигновить это тот самый гиг да ведь он был всего лишь копьеносом да а их мофу он тут уносит копьё да видимо на хорошем щиту он был до а риском и носты самый приближенный это думаю а риском и нос а риском и нос извините риском и нос ничего не сказано что на риском и нос кандалу кандалу ведь он пользовался процент доверием гига вот видимо но что он был близ близким к нему копьеносом таким процент как бы помните время ельцина был такой коржаков нет позор позор ну как я не ну был молод очень но был такой этот начальник охраны ельцина который был близ близким человеком был чуть не вторым человеком в стране тогда ельцин постоянно падал каких-то мостов тонул там пьяный он его вытаскивал то есть он как бы всем руководил по сути он потом мемуар написал крыжаков ну ладно неважно так и в общем вот такой приближенный какой-то адъютант был у него да да и вот этому вот этому так гигу вот этому так гигу значит значит самые видимо самые самые серьезные из дел он он передавал и и в том числе и в том числе раз расхвалил расхваливая расхваливая образ своей жены вот это капитус это внешний вид это либо либо лицо либо даже либо все тело да то есть внешность можно сказать и так же ведь кай декай вот это выражение и в частности а также перехваливая расхваливая выше всяких мерк да внешность своей жены так да а а фаворит вот как они перевели риск рискоминус фаворит было ему очень ближе всего к нему да и он ему все доверял даже если жены расхваливал так ну давайте у нас еще минут двенадцать есть да давайте вот это странно чего ему лицо тоже на ему расхваливать было необязательно его наверное так все видели значит тело все так где то мы хрону а хрону да у полу диалт контос хрен гар кандаула генеской кокос элега просто ньюган то ядэ кстати да насчет лица то я не уверен это же восток может быть и не видно было что я не знаю когда прошло не так много времени это смотрите вот есть слово хрэ такое из трех букв да все думают все думают что хрэ это глагол хрэ это не глагол существительное но мы воспринимаем Мы его воспринимаем как глагол, потому что там исти пропущено. Хре-исти. На самом деле, любой хре – это хре-исти. Глагол исти, который пропущен. Но если мы хотим хре-исти переделать в имперфект, мы не будем говорить хре-эн. Так нельзя, по-моему, сказать. Мы образуем как бы такое искусственный глагол от существительного хре. То есть, это имперфект от хре. Было необходимо. Понял, да. Чтобы скандалом стало плохо. То есть, беда приближалась. Да. И он сказал Гигу вот так. Вот такое вот. Так. Гигу, у Гарседокео пейтест хай мой легунтипериту эйдоостес гюнайкоз. У Гарседокео пейтест хай мой легунтипериту эйдоостес гюнайкоз. Да. И он, да, он говорит, Гиг, мне кажется, что ты не веришь мне, когда я говорю о гадбете твоей жены. Ну да. О, видите, вы латынь выучили, да, уже? Так, ну давайте. Ото, видите? Так, вот это... Ну, атито. У вас не было атито? Да, 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 это уши. Да. Ибо уши у людей, значит, более неверящие, чем глаза. Так уж вышло тюнханой, да? Да. Угу, да. Сейчас поэе это странная какая-то форма. Это этот самый, это императив, что ли? Это не слитная форма. Ну, а, ну просто, просто делаешь... Нет, мне кажется, это императив вроде ионический такой. Сделай. Хорошо. Пой ей. Пой ей. И теперь Гокос. Это, видимо, глазами. Что-что? Не понял. А нет, Гокос это Гопос. Понял. Конечно, Гопос. Делай так, чтобы... Делай так, чтобы увидеть ее голой. Да, и после Гопос у нас Футурум, да? Угу. Чтобы ты увидел ее голой. Так, то есть, потрудись увидеть ее голой, можно так сказать. Так, ну, это называется Куколт, да, называется это, по-моему? Ну, да. Не знаю, это приличное слово или не очень. Ну, давайте дальше. Значит, значит, что-то, видимо, смутившись, амбосос сейчас. Знаете, это... Закричав, это не... Это анабоа. Закричав громко. Да, тот, 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 ну, там, громко сказал, в общем. А господин, говоришь мне какое-то... Ну, в общем, что за слово говоришь мне нечистое, приказывая. Нездоровое. Нездоровое, да. Приказывая, чтобы я... Ну, мою госпожу голой созерцал. Так, еще немножко, да? Гамма, да. Это он объясняет, да? Почему нельзя видеть чужую жену. Да, да. Сейчас. Вместе, потому что вместе с хитоном совлекает и... Раздевается и от стыда женщина. Не совсем так. Одновременно с тем, как снимается хитон, снимается и... Женщина снимает и стыд. Вот так. Ну, да, получается так. Так, ну, давайте еще немножко. Сейчас. Это X-Eurotay. Это X-Eurisco. Да, это X-Eurisco. В перфекте только, видите, тут? В перфекте, да. Медиальным. Прежде... Не прежде, это издавна, издревле. Издавна... Как-то отыскивалась или выдумывалась, изобреталась красота у людей. В виде это перфект, то есть она, видимо... Изобрелась. А, ну, видимо, да, видимо, как-то завелась идея красоты. Кстати, вам не кажется, что это Аукторис, Антропоси? Люди издавна изобрели красоту, как бы, да? В каком-то смысле изобрели красоту. Не знаю. Нашли красоту. Не знаю. Кто такие тонны следующие? Эктон. Где тонны? У меня тут нет... А! Люди, наверное, от них надо научиться. От них надо... Угу. Наверное, так. Не знаю. Этой сеген, то дейсти. Сейчас, я пока не понял. Ну, и у них, видимо, такое... Такое вот одно есть. Да. Тина — это женский род, наверное. Рассматривать только... Своё, да. Свою жену, да? Так что еще? Ну, видимо, да. Как-то странно все сказано. Я что-то не помню, когда я это в прошлый раз читал, как я об этом думал вообще тогда. Издавна красивое людьми изобретено. То есть люди изобрели красивое. И следует... Слушайте, может быть, это некрасивое, а такала — это хороший свод правил этических. Угу. Вот давайте посмотрим, что французы пишут. Метр. Да, смотрите, точно, я вспомнил. Видите? Мудрые рецепты. Угу. То есть мудрость предыдущих поколений. Вот что такое такала. Это некрасивое. То есть люди как бы ввели, даже я бы сказал, мудрые свод правил. И следует от них поучиться. От этих правил или от этих людей. В числе этих правил, законов храмурапи условных, да, есть вот одно такое положение, рен-тоды. А именно, оно заключается в том, а дальше это же законно, поэтому я думаю, что здесь инфинитиву вместо императива. Можно как бы смотреть кого-то. Вот это та мне не нравится. Зачем тут та? Вот если это жена, да, Тина, то это жена его самого, кто смотрит, да? Зачем та? Чтобы каждый ставил глаза на то, что его. То есть тут не про жену. Ну да. А-а-а! Это логическое подлежащее. Вот как здесь сделано, смотрите. Вот, а это логическое сказуемое. Чтобы кто-то смотрел только свое собственное. Жену, не жену, там, может быть, дом даже, да? Ну, давайте последнее предложение, может быть, вот отсюда, да? Я тебе, я доверяю, в общем, и так убежден, что она всех жен, что она, ну, всех жен, самых, всех женщин, самая красивая. И... Сэу, это су, да? Генитив, не слитный. Вот здесь. Деумы, одно изначения деумы, это просить. Я тебя прошу... Да, не делать... Не просить? Вот, не просить беззаконных вещей. Ну да, вот такая интересная конструкция. Деумы, медеестхой, да? Ну и последнее, да? Говорят, это... Как-то... Апу-маху-май. Апу-маху-май, да. Защищался. Видимо, в смысле, отказывался, да? да да отбивался вот есть да по смысле отказывался да отбивался отказывался а родеон это о родео боясь кстати вот это деканату наверно да пытался отказаться на стал отказываться боясь да как как бы ему из из вот этого не случилось зла до ему да то есть тот тому кто боится тому кто отказывается то есть самому гигу но все все еще раз узнаем что там случилось да спасибо вам большое